Да, зачем нужна вообще серия ударов, да? Зачем серия ударов? Безусловно, серия ударов мы только что разобрали. Что это? Выход на акцентированный удар. Если в движении у вас происходит, то вы руками, вы ударами догоняете противника. Например, да, Катюш, вот иди сюда. Давай ты встанешь ко мне вот так. Вот сюда подставочку сделала на бороду, да? И что? Мы с тобой в чулаке. Я вот тебя пытаюсь сейчас. Ты от меня будешь как бы отпрыгивать. Да, проходи с подставкой, но не вообще заднюю включила. Да, но что? Если на первом ударе дистанция видна, да? Дистанция дальняя, я делаю движение у нее, у нее есть еще время, потому что расстояние, принять решение, что человек атакует и начинать от меня уходить. Ага. Хорошо, давай, вот, давай, вперед, назад. Вот, и я начинаю. А тройка, видишь? Насколько? Суть в чем? Давай еще раз три удара. Смотри, я буду левый, правый, левый. Я забыл предупредить. Да, тренер пакостливый. Давай, давай, давай. Обратили внимание, что у меня первые два удара? Короткое движение. Левый, правый. Вот этот момент использования двух первых ударов дает мне возможность зарядить третий левый прямой и насколько он получается длиннее. Аж врубаюсь туда, вкручиваюсь. Левый, правый, левый. Доставание. Выгодно акцентированный удар. Вот преимущество тройки, да? Плюс. Ну, почему я считаю, что не то, что я считаю, а есть такое предположение, одни ученые доказали, да? Что три удара это оптимально ударное движение. Три удара оптимальная серийная работа. Три удара и защита. Тройка, точну, еще двойку, тройку. Тройку, но не больше. Потому что есть момент такой, психологически, вот я хотел это в конце сказать, но могу и сейчас тоже можно. Психологически человеку, еще один удар, два удара. Он еще где-то воспринимает, как защищаясь, все. Но уже когда три удара, у него в голове, скажем так, включается такой тумблер, щелчок. Ой, меня уже давно бьют. И ярко выражено, что как раз вот после трех ударов, ну, в большинстве случаев противник, противник 100, готов кидается сделать действие. Поэтому не дожидаясь, пока у него это переклинит. Неа, ну, бывает, что встал да стоит, это уже стоячий нокаут. А зачастую именно три удара являются таким как бы усредненочкой, что человек еще готов одиночный, двойку, но три удара, у него уже, так сказать, последняя капля в его чаши терпения упала. И он после тройки обычно начинает контратаковать, кидаться. Да и вот здесь очень хорошо включается, что раз-два-три, качнул и добавил, то есть уходя с линии атаки. Это вот такой психологический момент присутствует. И очень ловится здесь на этом ноги. Он закрывался-закрывался, и после третьего удара качнул или перевел атаку в другое направление. Это раз. Вот теперь еще раз, посмотрите, ребят, зачем нужна серия? Если мы берем разнопланы, вот мы сейчас взяли с вами что, тройку показали, да? Тройка скачковая, да? Раз-два-три туда, да? Пожалуйста. А можно и справа, да? Тоже двигался, но более сложный удар. Почему? Он так же прост, но дистанция. Но я так же прыгаю. Раз-два-три! То есть выхожу на третий удар, более акцентированный, более сильный, более мощный, длиннее становится, вы себя разгоняете. И именно в этом случае у вас использование перехода одного кулака из плеча на другой помогает вам использовать инерции предыдущего действия. Согласны, да?